МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эту актрису называли русская Софи Лорен. В любовь Полищук завораживала все. И заразительная улыбка, и невероятные по красоте и выразительности глаза. Практически все любили ее, потому что не любить ее было невозможно, потому что и красота, и обаяние, и женственность, и талант, все, так сказать, было, что называется, на лицо и на лице. Говорят, что актрисы комедийного жанра, они, ну, скажем так, далеки от эталона красоты. Любовь Полищук абсолютно и на 150 тысяч процентов разрушает вот этот стереотип. Ведь она удивительной красоты женщины. А я думала, долго думала и решила. Хватит с меня наших совместных радостей. Мне бы попроще. Сними очки, я уже забыла, какие у тебя глаза. Говорят, что красота и счастье всегда ходят рука об руку. К сожалению, в судьбе актрисы Любови Полищук они где-то разминулись. Шел март 2006 года. На съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня» после долгих месяцев болезни появилась народная артистка России Любовь Полищук. Встретили ее восторженно, а она улыбалась, шутила, пожимала протянутые навстречу руки. Мало кто знал, чего ей стоило приехать на съемки из больницы, уже зная свой страшный диагноз – саркома позвоночника. Мама няни, которая играла Полищук, это было в сюжете, что она заболела, заболела неизлечимо. Она этим стала пользоваться. То есть она хотела и, значит, по сюжету, просила об одном – что здесь я хочу перед тем, как уйти, побывать на свадьбе. А потом оказывалось, что это врачебная ошибка, что она не больна, и она знала, что она не больна, но этим воспользовалась. Воспользовалась для того, чтобы поженить, в общем-то, эту пару. Эту серию ей боялись показать. Ну, понятно, почему. Но она как-то про нее узнала. Не знаю, кто и как ей там показала. Она сказала, да вы с ума сошли. Наоборот, это с этого объекта начинало. Просто замечательно, смешно и здорово. И, конечно, давайте снимем. Если я разорюсь на новые, мне на свадьбу придется идти голые. У них одних. А эти я просто... Обожаю. Смотри, 20-й год ношу. Почти разносила. Надень на кого-то парик. Как только пошли слухи, что у актрисы Полищук проблемы со спиной, многие сразу вспомнили жестокое танго из фильма «Двенадцать стульев». Может быть, в жизни актрисы оно действительно было роковым. Странствуя по свету словно птица, преодолевая жизни путь. Чтобы станцевать свое неподражаемое танго, Миронов с Полищук репетировали с 8 до 12 утра. Потом было отснято 14 дублей этого эпизода. И в каждом Бендер безжалостно ронял свою партнершу на пол. Я бы хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный осень. Зато этот эпизод сыграл в моей жизни артистической, наверное, главную роль. Если раньше узнавали, там, артистка, артистка, то тут уже конкретно и точно. Вот идет Полищук. Если кто-то не знал, то мне же интересно, как они реагировали. Я поворачивалась и непременно друг к другу они... Ну, помнишь, как ее бум в стекло? Тогда все закончилось благополучно. А почти 10 лет спустя Полищук вышла на сцену Московского театра «Эрмитаж» в мюзикле «Соломенная шляпка». Вышла вскоре после появления на свет дочери, не дав организму оправиться после тяжелых родов. И исполняя акробатический трюк, выбила себе два позвоночных диска. Тогда никто и подумать не мог, что эта травма станет первым звеном в цепи роковых случайностей, которые приведут актрису к ее страшной болезни. Всегда, в общем-то, такое было душой компании. И вот до момента болезни это было такое яркое, сочное, веселое, живое существо. Конечно, потрясение, и почему вот так вот, на таком взлете, молодая женщина, в общем-то, такой ужас. И очень не хватает такой красивой, такой мощной, такой разнообразной актрисы. Ведь у нее такая удивительная палитра актерская была. Когда-то маленькая Люба очень любила танцевать. Мечтала стать знаменитой балериной. В Омске, где прошло ее детство, она была настоящей королевой танцплощадки. Полищук появилась, как голливудская звезда, с улыбкой, с фигурой, с шармом. С абсолютной уверенностью в своей красоте, таланте и перспективе. Она, провинциалка, приехала, решила завоевать Москву и завоевала ее в итоге. Вначале к ней относились, ну, как ходили случаи, что она там танцевала, где-то в кабаре, где-то что-то чуть ли не на шесте вращалась. Она действительно танцевала, но не в кабаре, а в московском мюзик-холле, куда перешла из омской филармонии. Правда, в этом, первом для нее столичном театре, Полищук поначалу встретили не слишком радушно. В основном разговоры были такого плана. Ну вот в Москве не нашлось. Настоящие артистки для героини спектакля нашли. Какую-то деревенщину с картошкой вместо носа. Я слышала такие разговоры. Я терпела, конечно, очень многое. Я не хочу останавливаться на этом. И много слез было пролито, и много оскорблений и обид. Но я всегда надеялась на свою силу, на свой... В то время я не говорила талант, а на свои способности. Я всегда про себя говорила. Ну вот, на выпуске я вам всем покажу. И показала. На генеральном просмотре. Очень хвалили. И вообще, как бы, спектакль был очень успешный. Спектакль назывался «Красная стрела прибывает в Москву». Именно в этом спектакле ее и увидели ассистенты Марка Захарова, искавшие актрису для жестокого танго в фильме «12 стульев». Это танго принесло актрисе настоящую славу. Журналисты называли ее появление на экране самым феерическим кинодебютом года. Но на самом деле, для Полищук это был вовсе не дебют. Мало кто знает, что впервые «Любовь Полищук» снялась в кино в 1974 году. Правда, в эпизоде столь крохотном, что имя актрисы даже не было упомянуто в титрах. Но зато это был фильм мэтра отечественного кинематографа Григория Александрова. Назывался он «Скворец и Лира», и главную роль в нем играла сама Любовь Орлова. В прокат фильм так и не вышел. Говорят, что увидев себя на экране стареющая кинозвезда, а Орлова и тогда было уже за 70, категорически выступила против его показа. Впрочем, дело могло быть и в другом. Картина рассказывала о работе советских разведчиков-нелегалов, причем довольно неправдоподобно, так что ее мог запретить и всесильный КГБ. Как бы то ни было, но своего первого появления на экране Полищук пришлось ждать еще целых два года. Зато эпизод в «Двенадцати стульях» распахнул перед ней двери в большое кино. Москва – это мой город, точно так же, как и ваш. И дело не в том, что я в нем не жила, а в том, что я в этой жизни не доживаю. Вам это трудно понять. У вас отца в 52-м году безвинно не расстреливали. Но, проснувшись знаменитой «После двенадцати стульев» и в миг прослыв русской Софи Лорен, актриса моментально попала в разряд неудобных для тогдашнего отечественного кинематографа. Полищук? Какое-то у нее лицо несоветское обронил один из высоких начальников. Это был приговор. За всю жизнь актриса снялась почти в ста картинах, а главных ролей у нее было менее десяти. В советские времена были амплуа. Там был социальный герой, героиня, был комик и трагик. Все, больше никаких нюансов не было. А про нее можно было сказать, ну, внешне героиня. Но по нутру по своему она острохарактерная актриса. Причем такая клоунесса, я бы даже сказал. Потому что она все время вот искала, ну, не то что трюки, но вот все время юмор какой-то она искала. Все время постоянно вот и какая-то вот такая, такие чертики какие-то у нее в глазах всегда были. Несоветское лицо Полищук с самого начала привлекало внимание кинорежиссеров. Особенно снимавших не совсем обычные советские фильмы. Такие, как «31 июня» Леонида Квенихидзе. Это красивая сказка о любви средневековой принцессы и американского художника, которые встречаются на Млечном пути всего на один день. В несуществующий лунный день 31 июня. У советских зрителей тоже был всего один день, а точнее ночь, чтобы увидеть и полюбить этот фильм. Его показали по телевидению лишь раз. В новогоднюю ночь 1979 года. Ну, этот фильм, видите, как он не состоялся из-за Годунова, с которым произошли всяческие неприятности. И прошло 10 или 15 лет, прежде чем фильм вышел на экраны. А в то время, когда он только сделался, это был удивительный. И я думаю, что это был бы просто хит сезона, эта картина. Когда через полгода после премьеры исполнитель одной из главных ролей, солист Большого театра Александр Годунов попросил политического убежища в США, фильм сразу же оказался под запретом. Но даже одного показа по телевидению было достаточно, чтобы зрители запомнили Полищук с ее экзотической внешностью и ослепительной улыбкой. Жаль, что вы привидение. Кто привидение? Это я привидение? Я честная женщина и порядочная вдова. Даже дважды вдова. Я тоже мне король выискался с того света. Конечно, она сама, наверное, во многом не определилась, кого играть и как играть. Она искала, она металась, она боялась, что выйдет из первого ряда. Она была в первом ряду актрис. Она была очень яркой, очень заметной, очень красивой и очень женственной, такой манкой. Случалось и так, что красота Полищук играла против нее. Некоторое время она работала в Москонцерте в качестве артистки разговорного жанра и осмелилась обратиться к самому Жванецкому с просьбой написать специально для нее несколько монологов. «Зачем?» – удивился Жванецкий. «Я пишу для мужчин эстрадников. А ты иди в театр. Нечего скрывать свою красоту». Но один монолог он все-таки написал. «Тут один ко мне подкатил недавно. Перегаром уси фикус им был. Вы, говорит, читали статейку про человеческий интеллект. Взяла я его за ключицу и говорю, не загромождай проход, лебедь. Я ж тебе всю статейку на личике твоем перепишу. Дезорганизм – работа твоего организма. Такое ускорение сообщу твоему тельцу суровому. Упереди своего сексуального взгляда улетишь. С этим монологом проводницы, который назывался «Рыцаря жду», Любовь Полищук победила на всероссийском конкурсе артистов эстрады. Она получила первую премию, а признанный мастер жанра Владимир Винокур – только вторую. Она прекрасно работала и на эстраде. Для меня это всегда, знаете, такая особенная проверка, потому что если в театре актер может спрятаться за роль, он может укрыться режиссером. На эстраде ты один на один со зрителями. Есть ты и есть люди с разным настроением. Разновозрастные, разные. И ты должен победить. Ты должен, вот как входишь в клетку со львами, и они – хоп! – и должны тебя слушать. И там, где нужно, они должны задуматься, замолчать, вздохнуть. И где задуманно, они должны засмеяться или в благодарности зааплодировать. Человек на эстраде – это особенный человек. Любовь Полищук – это особенный человек. Она особенная актриса. Она действительно была особенной актрисой. Всегда мастерски импровизировала на съемочной площадке и всегда создавала вокруг себя атмосферу праздника и карнавала. Полищук была совершенно гениальной артисткой. Молодая, но так и яростно, так всех перекрывала, всех забивала своим азартом, своей остротой. Не обратить внимание на эту актрису было просто-напросто невозможно. Если Любовь Полищук появлялась на экране, пусть даже в маленьком эпизоде, то моментально приковывала к себе внимание зрителей. Боже, какой этюд! Собирай свои письма и убирайся. Я не хочу тебя больше видеть. Как ты меня напугал. Одна из таких эпизодических ролей – аристократка в детективе «Тайна черных дроздов». Видя героиню Полищук в интерьерах роскошного особняка, невозможно представить себе, как жила в то время сама актриса. Первые годы ее жизни в Москве были очень нелегкими. Со своим первым мужем любовь к тому времени уже развелась. Осталась одна с маленьким сыном на руках. Они ютились в крохотной комнатке в общежитии. Спали на полу, на одном матрасе. Но никто, ни актеры, с которыми она работала, ни тем более зрители, об этом даже не догадывались. Она жила играючи. Она играла себя. Она играла свой успех. Наверное, были моменты, когда она была и расслабленная, и уставшая, и в чем-то недовольная, или собой, или окружением. Но когда она появлялась в кадре или на публике, она держала себя невероятно уверенно, невероятно счастливо, невероятно улыбчиво и звездно. Игра – это была составная часть ее жизни. Правда, она никогда свою жизнь не превращала ни в театр, ни в кино. Она умудрилась разделить эту жизнь на работу, на дом, на семью, на театр. Это были все отдельные части жизни. И ей это удалось сделать. Тогда Любовь Полищук даже не догадывалась, что скоро к ней придет настоящая слава. И что маленький Алексей, когда вырастет, тоже станет актером, как и его знаменитая мама. Она никогда не отказывалась от ролей, пусть даже небольших, ведь ей нужно было зарабатывать на жизнь. Растить сына. Где работаете? Там же, где и раньше. Ленмостпроект. Ким? Разно-ра-бу-ча-я. И только один раз Полищук готова была развернуться и уйти со съемочной площадки. Случилось это на картине Евгения Татарского «Золотая мина». Ай-яй-яй, девушка-девушка. Пить в одиночестве, да еще крепленное вино. Это ведь верный путь к алкоголизму. А я не против, Канико. Возьми, ты ведь богатый. Какие нехорошие слова. В нашей стране нет бедных и богатых. У нас все трудящиеся. Особенно ты. На роль подруги бандита Косова, которого играл Олег Даль, режиссер попросил найти высокую блондинку с карими глазами. Каково же было его удивление, когда он увидел на площадке темноволосую сероглазую любовь Полищук. Отменять съемку было поздно. Но недовольство режиссера проявлялось столь явно, что актрису буквально заколотило. Подошел Олег Даль, элегантно поклонился. Поцеловал ручку, прижался щекой. Потом еще вот так вот поднялся, не отпуская руку, и так долго на меня смотрел. И все. Такое было ощущение, что он у меня через руку провел какие-то биотоки, которые меня расплавили, успокоили. А теперь пошли на площадку. Он почувствовал. Олег Даль был очарован своей молодой партнершей. Когда через год он начал сниматься у того же Евгения Татарского в телесериале «Приключения принца Флоризеля», то попросил, чтобы на главную женскую роль пригласили именно Любовь Полищук. Правда, киношное начальство возражало против участия актрисы в этой картине. «Зачем она вам?» – сказали режиссеру. «Один раз сняли – и хватит». Но Татарский сумел настоять на своем. Ваше Высочество, позвольте воспользоваться счастливой случайностью нашей встречи и спросить вас. Спрашивайте, мадемуазель. Как долго продлится мое заточение? И могу ли я рассчитывать выйти отсюда еще в том возрасте, когда не все мои силы увянут? Быстро делаются только злые дела. А держать меня в заточении – это не зло? Такой даже она мастер-мастер эпизода. Потому что, к сожалению, очень мало главных ролей, я имею в виду в кино. Очень мало. Но все равно каждая роль – это какое-то украшение этого фильма. Именно она. Удивительная артистка. Потому что она держала очень высокую планку. Актерскую именно. И никогда не позволяла ее опускать. Где бы она ни играла, снималась ли она в кино, либо выходила на сцену, никогда не опускала эту планку. Всегда старалась ее держать. Она была талантливой, яркой, нестандартной. В кадре ее всегда было много. Наверное, поэтому серьезные режиссеры опасались звать ее в свои фильмы. И без основания полагают, что тогда их придется выстраивать под пыльщук. Как с горечью признавалась сама актриса, в кино она использовала едва ли 15% своего творческого потенциала. Уникальность ее заключается в том, что практически нет той актрисы, которая бы могла сочетать в себе и одинаково выразительно была бы в роли, предполагающей гротеск, которая могла бы сыграть драму, которая могла бы сыграть лирическую роль. В данном случае ей было это присуще. Артисты же такой народ. Каждый считает себя суперталантливым, супергениальным. И, конечно, она понимала, что она не до конца реализована. Не до конца. Это очень жалко. Потому что ей играть, играть, ей играть бы. И каждая роль была бы шедевром. Ярким эпизодом стала роль в фильме «Интердевочка». В этой картине Петра Тодоровского актриса сыграла валютную проститутку Зину, циничную и уставшую от жизни женщину. Выпусти меня! Это я, Зинка! Ну, любименька! Ну, выпусти! Дождь на день! Жень! Ну! В первый съемочный день на площадке с трепетом ждали появления знаменитой Полищук. Она пришла и поразила всех экстравагантным макияжем. Один глаз у нее был накрашен голубыми тенями, а второй – зелеными. Я это сделала, заявила Полищук, специально, чтобы произвести на вас впечатление. Зачем удивились артисты? «Вы и так на нас производите впечатление своими фильмами!» «Хотела убить окончательно и бесповоротно», сказала Полищук и, как всегда, заразительно засмеялась. В этом весь ее характер. Он проявлялся в каждой секунде, он проявлялся в каждом предмете, он проявлялся в каждой вещи, начиная от машины, потому что такая машина веселая. Я не помню, как называлась марка ее, но такая машина, она была только у Любы. Для нее не было важно, какая это была марка, престижная она, непрестижная. Она просто соответствовала ее характеру, хулиганистому, веселому, капризному иногда. Вот так было и все. Она классно, совершенно стильно одевалась, она любила жизнь, и во всем, что жизнь ей приносила, получала от этого удовольствие. Обожала семечки почему-то. И однажды вот наш продюсер, Леонид Семенович Руберман, ей подарил мешок семечек. И она была в восторге, она обожала семечки. И почему-то очень любила газированную воду. Все время говорила, с газиками, с газиками, дайте мне. Обожала анекдоты, и сама замечательно их рассказывала, и слушала их с удовольствием, и всегда хохотала очень искренне, открыто, и заводно. Иногда начинала смеяться, что все начинали смеяться. От того, как она смеялась. В конце 80-х судьба, казалось, начала ей улыбаться. Второй брак актрисы оказался для Полищук счастливым. У нее родилась дочь, Маша. А спутником актрисы до конца дней стал художник Сергей Цыгаль. Это была настоящая большая любовь. А что может быть на земле и в этой жизни без любви? Ничего. Ни любимой работы, ни детей, ни цветов, ни животных, которых я обожаю. Полищук много снималась. Работала в репертуарных театрах и в интерпризе. На театральной сцене, в отличие от кино, она играла главные роли. И к ней, наконец-то, пришла настоящая большая слава. Именно такая, о которой маленькая Люба мечтала в детстве. Она сыграла три роли у нас в театре. Наверное, любимая ее роль была это в спектакле «Искушение», где она играла вместе с Щербаковым и Безруковым. Там у нее была возможность соединения и эксцентрическое начало соединялось, и драматическое, и лирическое. Там можно было и хулиганить, и не быть хулиганкой. По сюжету пьесы героиня Полищук попадает в автомобильную аварию. Говорят, театр без мистики не бывает. И за две недели до премьеры авария действительно произошла. Но не в театре, а в жизни. Актриса получила серьезную травму позвоночника. Организаторы предложили, Любовь Григорьевна, давайте отложим премьеру. Но Полищук отказалась. И уже через два дня с корсетом на шее пришла на репетицию. Еще один шаг к страшной болезни был сделан. Нет, она себя не берегла. Она, если выходила, то работала. Так, как она работала и раньше по возможности. Но она никогда из-за этого не делала подвиг. И не кичилась. И когда она приходила, даже если ей было плохо, никому в голову не могло прийти, что она не очень хорошо себя чувствует. Если мы куда-то выезжали, ну, там, не очень далеко, в Подмосковье на машине мы ехали, я всегда садился впереди, а она лежала на заднем сиденье, потому что у нее болел позвоночник. Это у нас такой был договор всегда. Даже испытывая сильнейшие боли в спине, актриса продолжала выходить на сцену. В спектакле театра школы современной пьесы «А че это ты во фраке?» Она порхала по сцене на пуантах. Выходя на поклоны после спектакля, актриса извинялась перед зрителями. К сожалению, я не артистка большого театра. 32 фуэте сделать не могу. Невозможно даже представить, чего ей стоило сделать хотя бы одно фуэте. Я пришел ведь на тот спектакль, который она должна была сыграть в театр школы современной пьесы. И его отменили. И нам тогда так полушептом сказали, у нее проблемы со здоровьем, спина, и вот она сегодня не может играть. Это был вот один из тех спектаклей, последних, которые должны были состояться, но они не состоялись. В 2000 году Эльдар Рязанов пригласил Полищук на роль в фильме «Тихие омуты». И хотя эту картину критика разнесла в пух и прах, работа Полищук была единодушно признана превосходной. Да как вы смеете? Антон Михайлович, святой. Он святой до идиотизма. Всю жизнь он лечит бесплатно, оперирует бесплатно. Он даже подарков не берет. А может быть он где-то с другой женщиной? Деточка. Таких женщин, как я, не уходят. Была очень гибкой актрисой, тонкой. И ей никакого труда не представляло выполнить любое пожелание режиссера. Но если она не была согласна, она тоже это делала, но просто не была согласна. При этом она с большим уважением относилась к слову режиссер и к словам того человека, который был режиссером, будь то это спектакль, будь то это кино, для нее это была практически святая профессия. Люба-Люба, это на карте актриса, ой-ой-ой, такая многожанровая, многожанровая, мощная актриса. И очень такая, с хорошим стержнем крепким. К Любочке не подойдешь, ни по плове, по плечу. С ней не надо, на понебрат вот так вот. Мол, ну ты как там, Люба, как? Она может сразу развернуться и умазать. Это есть. Но если она человека уважает и относится к нему с уважением, это раскрывается сразу, как вот лотос, раскрывается перед тобой и работать одно удовольствие с ней. Нет в жизни ничего дороже, чем надежный человек, Вера. Все женщины надежные. Это вы нас делаете безнадежными. А уж тогда береги. В каждой роли частичка ее. Ее сердце, ее нервы, ее здоровье, ее времени и так далее, и так далее. А это всегда дорого. Держало высоко планку, а эта планка, в общем, стоит недешево. Последние роли дались актрисе дорогой ценой. На сцену Любовь Полищук вынуждена была выходить в ортопедическом корсете. Потом ей вовсе пришлось оставить театр. Роли в кино тоже стали предлагать все реже. А сниматься в набиравших популярность телесериалах она долго отказывалась. Но в 2004 году создателям сериала «Моя прекрасная няня» удалось уговорить Полищук сняться в роли мамы главной героини. Любовь Григорьевна. Такая фишка заманить на звезд, чтобы повысить популярность проекта и неизвестных артистов. Няня сделала известных артистов из Заворотнюк, Прокофьева, Смолкин. Вот это были никому неизвестные актеры. А Жигунов и Полищук это уже были состоявшиеся звезды. Я люблю папу человека, который 30 лет не может научиться выносить мусор за собой. Ой, Володечка, я тебя разбудила. Хочешь, какавочку, милый? Такого сильного труда и там пота я не помню в работе с ней. Она всегда делала вот так на раз и выдавала сразу в десятку. Здесь режиссура показа, поэтому я так как тоже Щукинская школа, она в общем-то актерская школа, про нее шутят. Это большая бочка в Щукинское училище, где Килька, Килька учит. Много было показа, через показ, то есть ну делай как я. И она была очень послушная. Она была очень послушная. Редко задавала вопросы. И очень любила показ. Очень при этом хохотала и не рвалась, честно говоря, часто на сцену, а просила еще раз показать. Мне нравилось, как я играл, как я показывал. И в общем-то мы в хорошем таком всегда пребывали настроение, игривом. Полищук по-прежнему азартно импровизировала на площадке. Даже знаменитую фразу своей героини не мамкой придумала сама актриса, а не сценаристы сериала. Для начала угощайтесь. Между прочим, за 100 долларов за визит могли бы положить и три банана мамой. Она очень легкая актриса и человек. Понятно, что психофизически всем нужно по-разному входить в материал. Ситком это комедия ситуации, комедия положений. Для комедийных некоторых артистов им нужен этот процесс. Они не могут так быстро впрыгнуть. Так это сангонистически, то есть говорить и думать одновременно и так быстро понимать жанр и все, что происходит, ситуацию и так далее. То у Полищук все происходило моментально. Именно эта роль принесла актрисе новый всплеск популярности. К сожалению, последний. Состояние ее здоровья продолжало стремительно ухудшаться. Она подолгу лежала в клиниках, на съемочной площадке моей прекрасной няни, каждый день начинался с напряженного ожидания. Сможет ли Любовь Григорьевна сегодня приехать? Она приезжала. По-прежнему яркая, веселая, жизнерадостная. Я, в общем-то, когда смотрел на вызовные, кто там занят на съемках, у меня поднималось настроение, если я видел там полищу, что сегодня на съемках есть ее сцены. К ней, естественно, прислушивались, ее уважали. Она, естественно, гуру. Ее мнение было как бы важно. Иногда она этим пользовалась. И молодых актеров она и обучала, и где-то журила, корила, и когда пошли все, стали популярными, то одергивала. Вот, потому что через, давно через это прошла. Если я что-нибудь не съем, будет первый труп, потом второй. Вы умрете? Кто еще умрет? Вы умрете? Кто я? Глядя на полищук со стороны, невозможно было догадаться, что ее терзают невыносимые боли. О болезни актрисы напоминал только деревянный топчан, на который она ложилась, как только заканчивались съемки очередного эпизода. Стоять ей было тяжело. В последний съемочный день группа ждала ее приезда до позднего вечера. Огромная благодарность, низкий поклон за то, что вы меня подождали. Ну, как бы не совсем все получилось, в смысле, с подожданием, но очень и очень вам благодарны. Ну, она была в больнице, мы ее ждали, и она приехала уже поздно, понятно, задержалась. Она приехала, но мы ее дождались. Была весела, сказала, что все в порядке, все хорошо, есть хорошая тенденция, и вообще там через месяц-два будет будет все хорошо. И все. Я ее больше не видел. Дай Бог вам здоровья. Самое главное, как выяснилось в этой жизни. До новых встреч. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Спасибо вам, Любовь. Спасибо. Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года. Ей было всего 57. Слишком рано она ушла. Причем она ушла практически на пике, да, на волне славы, когда ее уже все знали. Второй такой нет. Вот знаете, если говорят, что незаменимых нет, есть, есть незаменимые, есть не то, что незаменимые, неповторимые. Вот повторить ее никто не может. очень горько, когда в расцвете сил такие замечательные, красивые, удивительные, талантливые люди нас покидают. спустя три года на могиле Любови Полищук появился памятник. Он был сделан из гранита, овенчающий его портрет актрисы из богемского хрусталя. Такой мы ее и запомним. Хрустальной женщиной с гранитным характером. Замечательной актрисой, которая останется в нашей памяти навсегда. КОНЕЦ КОНЕЦ